Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Тема нашей сегодняшней программы – военно-политический кризис и социально-экономическая катастрофа на Украине. С нашими сегодняшними гостями мы постараемся разобраться в том, что же на самом деле происходит на территории соседней республики. Стоит ли ожидать мирного урегулирования военного конфликта и что или кто мешал это сделать до сих пор? Ну и, пожалуй, самый главный вопрос – что же должна сделать Россия, чтобы остановить братоубийственную войну на юго-востоке Украины? Сегодня в нашей студии. Запорожцева Галина Евгеньевна – руководитель организации «Союз матерей Украины». Николайчук Игорь Александрович – начальник сектора проблем региональной безопасности Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ. И чуть позже к нам присоединится Шевченко Максим Леонардович – журналист, член Совета по правам человека и межнациональным отношениям при президенте России. Вот на Донбассе снова все громче гремит орудийная канонада. Недавно во время обстрела Широкина был ранен даже начальник патруля ОБСЕ. В то же время Порошенко поручил представителям Киева в трехсторонней, так называемой, Минской контактной группе подписать соглашение о создании 30-километровой буферной зоны, отводе танков и минометов. Вот что все-таки происходит именно с военной точки зрения? Есть ли хоть какое-то перемирие и продолжают ли гибнуть мирные жители? Прежде всего, хочу сказать, что существуют какие-то уже дипломатические, международные и даже двусторонние Киево-Донецкие, Киево-Луганские рамки по прекращению огня. Они называются там Минские соглашения или там дополнительные какие-то соглашения к Минскому соглашению. И переговоры по этому поводу идут каждый день и так далее. Но, как всегда бывает в зонах военных конфликтов, когда стороны действуют непримиримо, и я бы даже сказал, нарочито непримиримо, демонстрируя определенную агрессивность, очень трудно понять, когда все это кончится, чем это в конце концов завершится, и к каким результатам в военном отношении это придет. А вот то, что мы, политологи, называем в какой-то степени заморозка конфликта, переключение внимания международной общественности с него на какие-то другие, там какой-нибудь ИГИЛ там или Руанду очередную и так далее, это вполне может быть. Это создаст какой-то такой дополнительный фон, когда не будет стремления довести дело до конца, до полного разрыва. Галина Евгеньевна, вы вот с этим тезем, что война все-таки скорее не идет, вы с ним согласны? Потому что многие эксперты считают, что она на самом деле продолжается, и Москва и Вашингтон пока то ли не хотят, то ли не могут, то ли не приводят какое-то желание реально повлиять на Киев и на ополченцев, соответственно. Вот есть цифры, что уже 9 тысяч человек погибло во время этого конфликта, и примерно 17-20 тысяч человек были ранены. Кто-то говорит больше, кто-то меньше, споры идут, но тем не менее гибнут простые люди, мирное население. Вы знаете, когда говорят о том, что погиб один человек – это трагедия, а когда погибает 10 человек – это статистика уже или там больше, то когда погибает огромное количество людей и потом становится чуть меньше погибших, все говорят, о, наверное, война прекратилась. Но люди каждый день гибнут. И я получаю сообщения, в том числе вот из Горловки каждый день идут сообщения о не только погибших, о раненых. Люди превращаются в инвалидов, их дома разрушают. То есть они остаются, люди, которые строили эти дома целую свою жизнь и думали, что они будут доживать свою старость в этих домах, они оставлены без крыши над головой, без средств к существованию. И это делается умышленно, это делается снарядами. И если в дом попадает военный снаряд, можно ли говорить, что эта война закончена? То есть когда военные обстреливают мирные дома – это война. Но военные говорят, что там сидят ополченцы прячутся в этих домах. Когда стреляют пушки – это война. И назвать это перемирием – это очень сложно. Это могут политики так говорить, они там договариваются между собой, но пока что результатов их договоренности нет. Пока не закончат гибнуть мирные люди, война не прекратилась. Те матери, которые по всей Украине, начиная от Западной Украины и Восточной Украины, Центральной, Южной, которые сегодня остались, с одной стороны, это матери тех, кто был мобилизован в украинскую армию. И сегодня им рассказывают о том, что они без вести пропали, что они в плен попали. А на самом деле большинство из них уже нет в живых. И они даже не могут найти трупы своих сыновей, чтобы их похоронить. Одна мать мне написала, что ее 75 раз вызывали на опознание чужих детей. Так своего сына она не нашла. С другой стороны, это гибель детей, тех же самых матерей, которые живут на Донбассе. Это трагедия, когда родители хоронят своих детей. Игорь Александрович, давайте, может быть, сейчас затронем тему военно-технического сотрудничества или вооружения как раз таки Украины со стороны блока НАТО, либо США отдельно взятых. В последнее время ходит информация, что Порошенко просит у США символические 1240 джевелинов. Это переносные противотанковые ракетные комплексы для уничтожения бронетехники, защищенных объектов, вертолетов и беспилотников. Вот якобы именно столько же ядерных боеголовок Украина передала России по Будапештскому соглашению 1994 года. Вот зачем Порошенко делает такие громкие заявления? Это игра мускулами, это привлечение к себе внимания? Или он действительно готовится к большой широкомасштабной войне и просто ему нужно какое-то время, и необходимо накопить силы? Ну, во-первых, цифры эти сопоставляются в боеголовке с ПТУРСами исключительно в пропагандистских целях. Теперь, что касается вообще проблемы американского оружия на Украине, вопрос сложный и главное здесь сохранять определенное спокойствие, не поддаваться панике и как бы смотреть на вещи здраво. Во-первых, ПТУРС и Джовелин – это частный проект ряда республиканских конгрессменов, которые уже как бы договорились с фирмами-производителями и честно отрабатывают свои, как бы сказать, полученные за лоббизм деньги для того, чтобы это дело сделать. Все нормальные, адекватные военные аналитики в США задают очень много вопросов типа того, что есть ли смысл вообще заниматься передачей летального оружия Украине просто потому, что существует, вот здесь мы должны понять реальность, так называемые факторы времени. То есть, этими ПТУРСами нужно принять закон о том, чтобы передать это дело, юридические процедуры соблюсти в Аберике, заказать, произвести, принять, упаковать, переслать на Украину, обучить этому, значит, пользованию ими украинских военнослужащих. Ну и так далее, можно себе представить, сколько это займет месяцев. Я хочу просто сказать, сами же американцы говорят, что как только будет принят такой закон, Россия в Донецке и Луганске откроет военторг, который даже не снился украинцам. Галина Евгеньевна, ну вот давайте поговорим про последние реформы в украинской армии. Порошенко предлагает в частности ввести звание хорунжего и бригадного генерала. А в Раде тем временем обсуждают радикальную военную реформу. Суть ее в том, чтобы военизировать каждый населенный пункт, по большому счету на Украине, везде создать легко мобилизуемые подразделения на основе местных жителей, то есть такое местное самоополчение. Вооружение населения, это действительно путь к повышению уровня безопасности страны, как вы считаете, или наоборот новые угрозы безопасности и разжигания конфликта с Россией. Вот в чем заинтересован Порошенко, чего он на самом деле хочет? Я могу вам сказать, еще до майдановских событий были депутаты Верховной Рады, которые лоббировали вопрос о разрешении ношения оружия, или чтобы население имело оружие на руках. Как это в Америке принято, как это в других странах. У нас это было запрещено, у нас только специальные подразделения имеют право на ношение оружия. Есть люди, которые в этом заинтересованы, вы понимаете, что здесь экономический эффект. То, что они хотят ввести, фактически это легализовать то оружие, которое есть сегодня на руках их. То, что сейчас оружие просто заполонено вся Украина оружием, потому что оно пошло из зоны АТО и во всех городах. Все, кто мог, все уже приобрели. И поэтому это как бы узаконивание того, что люди будут ходить с оружием, но это не решение вопроса. Потому что те, кто вернулся из зоны АТО, и мы сейчас видим неоднократные случаи, это тех перестрелок, это тех расстрелов, которые существуют, это и самоубийство самих же атошников, потому что они пришли в неадекватном состоянии оттуда. А представьте себе, вот эти люди, которые в неадеквате, им сейчас узаконенно дают в руки оружие. И если их что-то сейчас еще сдерживает, то эти все сдерживающие факторы будут выпущены в население. И у нас сегодня не узаконен принцип «сильный, кто сильнее», то это будет просто на уровне закона принято. Кто имеет больше оружия, тот сильнее. Они воюют все-таки за идею или за деньги, как вы считаете? Это очень сложная проблема. Мы пытались в ней разобраться. Я могу сказать, что очень много людей, которые были мобилизованы, в том числе и насильственным путем, под угрозой уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, то родственники, с которыми я общалась, они мне рассказывали о неких изменениях в психике людей, которые попадали туда. Наверное, время только нам поможет разобраться, что же с ними там происходило. Что они до попадания в воинские части были против военных действий. Побывав там какое-то время, они вдруг начинали становиться на путь милитаризации и военных действий. Это первое. Второе, я хотела бы сказать, что моя страна больная. Больная вот этой гибелевской пропагандой, которая несется со всех источников. То есть они очень мощно подготовились к этому, что происходит сейчас на Украине. Это были фактически выкуплены заблаговременно все средства массовой информации. Это и телевизионные, это и радио, это и печатные издания. И люди находятся под воздействием перевернутых понятий. То есть у нас сегодня те герои, кто убивает людей, а те, кто защищается, это бандиты и террористы. Давайте поговорим с вами про правый сектор, про то, что в Мукачево, в Закарпатской области произошли военизированные, такие прямо кровавые столкновения между правым сектором, местным криминалом, местными бизнесменами, милицией. А потом уже потянулись и воинские подразделения. Даже посол США на Украине Джеффри Пайет вроде как туда прибыл, начал эту ситуацию разруливать в ручном режиме. Это все-таки частный случай, такая вот непредвиденная ошибка случайная. Или это симптом серьезного обострения противостояния на Украине? Как раз Мукачево яркий пример того, что происходит на Украине. Это то, в противовес, чему мы говорили о федерализации, сейчас проявилась очень четко так называемая феодализация. То есть некие удельные князья, которые разделили Украину на свои водчины, создали там свои батальоны, которые их подкармливают. И фактически вторжение в чужое княжество, в чужую водчину, в чужое феодальное имение какое-то приводит к столкновениям. Правый сектор – это реальная политическая военная сила или такие вот маргиналы-радикалы, которыми нас пугают по гостелеканалам и говорят, что вот придут националисты, тогда действительно будет еще хуже, чем при Порошенко? Это маргиналы, которые просто подкармливаются за счет безработных, которых оплачивают тот или иной, я еще раз говорю, вассал, там князек, который воссел на какую-то территорию, там Балога, там Коломойский. То есть территория разделена и они имеют вот эти батальоны, которые помимо денег, они в их головы вкладывают еще и националистические идеи. То, что произошло в Букачево, это все-таки частный случай или это начало-конца сегодняшней украинской псевдогосударственности? Понятия государственности в Украине уже нет, поэтому сказать, что ее конец, конец государственности был еще в феврале 2014 года. Государство имеет определенные функции, и если государство эти функции не выполняет, то оно как такового, в общем-то, имеет, ну, какой-то номинальный вид, какой-то там пытается делать из себя государство или изображать. Государство сегодня не выполняет функции по отношению, свои функции по отношению к большому количеству населения. Игорь Александрович, правый сектор и националисты, радикалы, ультаправы, это опасность для Украины и опасность для России, соответственно? Националисты вступили в некое соглашение, как мне кажется, с правым сектором, и теперь являются его заложниками, когда они привели к власти вот эту вот фактически, ну, протофашистскую такую вот эту публику. Вот, это обыкновенные уголовники. Но когда необходимость в них резко падает, они начинают бездельничать, требовать своей доли во власти, допуска там к пирогу и прочее, и становятся жуткой обузой. Но это люди, которые считают, что Россия загубила их проект, который они вынашивали годами там, тысячами гибли в 40-х годах, десятками тысяч сидели в гулаге. Вот для них это все реально, понимаете? Поэтому с этой точки зрения, вот, их лозунг, он же непростой, москальско-большевистской оккупации. Они не сносят памятники там, извините меня, кому-то еще, они сносят памятники Ленину. Галина Евгеньевна, ну вот про Джеффри Пайетов в Закарпатье, вот его присутствие там, без него действительно не могли обойтись? Каждый из вот этих феодалов, которые на местах, это олигарх, чьи деньги находятся в Америке. И поэтому, наверное, посол, который приезжает из Америки, он может урегулировать эти конфликты, объясняя нашим олигархам, показывая пример Лазаренко, который сейчас сидит в Америке, и все деньги у него отняты. И очень легко ними манипулировать, олигархами, когда они на таком очень мощном финансовом крючке у Америки. Для того, чтобы Порошенко не поглядывал в сторону России, ему иногда периодически напоминают, что есть сила против него, и фактически его судьба, так же, как и Януковича, будет решена очень быстро, и независимо от его каких-либо там стараний для народа. И внешнее управление на территории Украины четко прослеживается. А убрать Порошенко очень легко и просто, и мы это увидели, когда Вечи собрал правый сектор и уже двинулся на захват административных зданий, и мы все сидели в ожидании, что будет. Потом была дана отмашка, то есть они там постояли, повозмущались. Реальная сила у правого сектора была. Игорь Александрович, про американцев все-таки, у нас их любят критиковать, понятное дело, наши геоэкономические, геостратегические конкуренты, но тем не менее. Может быть, американцы и не столь плохи, может быть, они просто хотят показать на примере Украины некий, знаете, как они представляют, заморский, заокеанский управляемую территорию, такую демократию, как в Грузии. То есть такая вот ручная, управляемая, но при этом нет у них желания ни войну развязывать, ни гражданскую, никакую. Вот просто хотят показать, что СНГ может жить иначе. Украина для США не существует. Кому она там нужна? Там нет, в отличие от Канады, даже приличного украинского лобби. По крайней мере, не сравнить с еврейским, армянским и тем более греческим. Это трофей развала Советского Союза, который долго они думали, что с ней делать. И, наконец, приняли доктрину Бжезинского о том, что ни в коем случае нельзя дать некого шанса России реинтегрироваться до территории и до мощи Советского Союза. Поскольку сейчас у нас, как вы знаете, принята парадигма реинтеграции, евразийской, там и вообще евразийской интеграции и прочее, ключевым вопросом здесь является интеграция славянского ядра, реинтеграция славянского ядра, то Украина стала ключевым вопросом в том, чтобы это не состоялось. Но есть еще одна проблема, очень большая. Это противодействие возрождению политической военной мощи Германии, для которой Украина, в свою очередь, является тем призом, к которому она стремилась, начиная с конца 19 века, чтобы стать полноценной в ресурсном отношении державой. Украина – это треугольник непримиримых противоречий. Берлин, Вашингтон, Москва. И в каждом случае страна действует, я еще раз говорю, ну тут совершенно ясно, исходя из своих национальных интересов, рассматривает Украину в том или ином своем проекте. В чем глобальном проекте, мирового лидерства фактически. Ну или, скажем, помягче, так сказать, резкого усиления своей мощи. Поэтому, еще раз говорю, мы попали в чрезвычайно сложную ситуацию. И всем нужна Украина, как казалось. И вы обратите внимание, то Минские соглашения, теперь, так мягко говоря, что-то намечается, что Минские соглашения, Минск – это нормандская четверка, где нет США, уже что-то не очень полноценное. А мы стали уже договариваться с американцами. И все это, конечно, происходит на фоне конфликтов, где действительно гибнут люди и прочее. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр. Галина Евгеньевна, давайте поговорим про ваш родной город Одессу. Я так понимаю, это все-таки вы оттуда. Если мы говорим про Михаила Саякашвили, которого называют чуть ли не главным фактором нестабильности на юге Украины, как минимум, вот сегодня он уже предлагает распустить и нынешнюю милицию, и таможню Украины как таковую, создать их заново, полную провести иллюстрацию, кадровые чистки, как это было сделано в Грузии в годы управления. Вот, в принципе, Порошенко согласится на суть радикальные меры, если надавят американцев? Украина – это та дойная корова, которая еще очень долго будет жить и которую можно очень долго доить, при этом не кормяя ее. И поэтому, поверьте мне, поставить на Украине своих людей и контролировать процессы, которые особенно идут через Одессу, если мы говорим о Саакашвили, которого, кстати, в Одессе очень хорошо назвали Мишка-япончик. У нас, вернее, Мишка-грузинчик. У нас был Мишка-япончик, а теперь у нас Мишка-грузинчик. Вот, то есть Одесса очень хорошо его встретила. Хорошего не ждут от него? Да нет, конечно. Все прекрасно понимают, что его опыт перевода мелкого, будем так говорить, мелкой коррупции на уровень коррупции государственной, он пришел для этого в Одессу. Очень лакомый кусочек. Сначала за него взялся Коломойский, и сейчас идет просто перетягивание канатов от Коломойского к Порошенко, но руками Саакашвили. Уважаемые телезрители, к нам присоединяется еще один наш уважаемый эксперт, это Шевченко Максим Леонардович. Максим, здравствуйте, рад вас видеть. Ну, давайте поговорим о наболевшем для многих одесситов, для южан на Украине, про Саакашвили. С вашей точки зрения, все-таки Саакашвили для чего поставлено управлять? Одессой? Он действительно должен признан вести порядок, избавить страну, по крайней мере, Одессу, губернию отдельно от низовой коррупции? Или там все сложнее? Что происходит сейчас? Вы знаете, Эрих Кох, гаулятер Украины, который был поставлен в ровно Гитлером, тоже был призван избавить от коррупции и большевизма советскую Украину. Это была его задача. Поэтому, какие задачи поставлены перед Михаилом Саакашвили, это не имеет значения. Он представитель оккупационной колониальной администрации, которая управляет порабощенной, морально раздавленной Украиной. Собственно, сегодня украинская так называемая власть, она является собой сочетание криминальных элементов, откровенно просто захвативших после Майдана полностью уже пространство. Саакашвили, Маша Гайдар, лорд Кипанидзе, начальник полиции теперь Одессы. Ну, не знаю, при румынах было больше украинцев, понимаете, когда они оккупировали советскую Одессу во власти. Посмотрите, в Украине, которая у нас вопила год славы Украине, которая кричала об украинском языке и об украинской культуре, которая расстреливала и уничтожала непокорных граждан Украины, которые сплотились на интернациональной платформе и опирались на интернациональный Донбасс, сегодня в этой Украине нет во власти вообще ни одного этнического украинца. Там полно иностранцев, граждан других государств, присланы туда менеджеров. Это люди, военные преступники, которые втянули украинский народ в братоубийственную войну, которые заставляют их убивать друг друга. Под Широкино, под Дебальцево, в аэропорту. Украинцы убивают друг друга, русские убивают друг друга. А эти твари наверху, космополитические, абсолютно им плевать на украинский народ, на русский народ, на еврейский народ, между прочим, на венгров, им плевать вообще на людей. Их интересует только власть. Власть и деньги. Вот назначение Саакашвили, оно взорвет Украину изнутри, оно вызовет сплеск народного протеста, адеситов. Или, в принципе, он там как-то приживется и будет таким тоже местным царьком, построит такую маленькую Грузию. Низовой коррупции не будет, будет коррупция на уровне губернатора отдельно взятого. Или все-таки его съедят, там не сможет. Саакашвили поставлен не Порошенко ни в коем случае. Более того, Порошенко, я думаю, испытывает зубную боль при мысли о том, что Одесса ушла из-под контроля его или из-под контроля Днепропетровский. Порошенко именно Саакашвили поставлен, конечно, безусловно, американцами. На Одессу это крупнейший стратегический порт сегодня, особенно после потери Севастополя. Через Одессу могут поставляться системы вооружения, а Одесса может стать базой для военных действий против Крыма или против Грузии в исполнении Саакашвили. А Одесса это не только еще город, Одесса это еще и седьмой километр. Это крупнейший оптовый рынок у Восточной Европы. А может быть специально он призван зачистить эту коррупцию, убрать этот криминал, старых олигархов, донецких, не донецких, и хоть как-то напитать бюджет киевский, чтобы были деньги государства, платить пенсии. Ну и вот все вот это, то, что обещал Порошенко делать в интересах украинского народа. Или нет? Если Порошенко настолько ненавидит и презирает украинский народ и полагает, что в 40-миллионной Украине нет граждан, нет украинцев, или там, не знаю, в Одессе нет евреев, русских, греков, которые являются коренными одесситами этого великого и прекрасного города, которые способны были бы ради народа действовать, то зачем такой президент, который так презирает свой народ, который так призывает Одессу? Потом, Одесса есть еще один момент. Одесса — это город, в котором год-полтора года назад уже были сожжены жестоко убитые люди в Доме профсоюзов. Это город гражданской войны. Именно поэтому я считаю Саакашвили гауляйтером. Знаете, Эрих Кох тоже выступал перед жителями Ровно или Винницы, говоря о том, что пришла Европа, пришел новый европейский порядок, и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле война продолжается. Гражданская война, несмотря на Минск-2, никуда не девалась. Все это время в Одессе действовали партизаны. В Одессе до нас доходило информационное сообщение об атаках партизан на газовые, нефтегазовые коммуникации. Правильно, было это? Об отстрелах коллаборационистов видных. Я думаю, что у Саакашвили надо ходить с охраной. Потому что если он вмешался в гражданскую войну, он и Маша Гайдар, то они стали солдатами в этой войне. Маша, наверное, не поняла, кому навязалась. Ну вот, когда пуля прилетит, тогда она поймет. Мы сейчас к вам вернем еще про гражданскую войну. Просто дадим слово нашим гостям. Галина Евгеньевна, давайте вот про гражданскую войну. Вот есть известный политический обозреватель и эксперт, частый гость нашей программы, Ростислав Фищенко, наверняка вы с ним знакомый. Вот он считает, что гражданская война на Украине закончится еще до конца текущего года, после того, как его перекроют финансовый вентиль, не будут получать денежные вливания из ней, и режим Порошенко рухнет, просто не выдержит бюджет, платежный баланс, денег не хватит, и будут голодные бунты. Вот возникает ощущение, что все немножко не так будет. И как раз-таки после этого дефолта и социально-экономической катастрофы, как раз-таки вот война начнется с новой силой и в центре, и на юго-востоке Украины. Вот ваш сценарий, что произойдет? Понимаете, что гражданская война такая? Мы с вами говорили, что война это когда стреляют пушки. Если говорить о том, что нас ждет, то даже после прекращения военных действий, нас ожидает огромный всплеск криминальной ситуации, которая охватит всю Украину, с учетом того количества оружия на руках, и голодных людей, у которых нет сегодня зарплаты, нет работы, они будут вынуждены добывать себе средства для существования. И плюс, не забывайте, что они уже получили, знаете, вот вкус крови, что называется. Я стояла в очереди в Киеве, и стояли возле меня два мужчины, которые между собой говорили, говорит, да мне, говорит, сегодня человека убить это расплюнуть. То есть представьте себе, это люди, которые прошли вот эти военные действия, которые привыкли там мародерствовать, безнаказанно мародерствовать. Сегодня мы знаем количество тех посылок, которые шли с Донбасса через Новую почту, начиная от железных ворот. Ворота снимали и отправляли к себе домой. Я уже не говорю, там люстры снимали, там, в общем-то, они просто ограбили донецких жителей мирных. И при этом это все безнаказанно. Они привыкли, вот за полтора года они привыкли бесчинствовать безнаказанно. А теперь представьте себе, кто их теперь может остановить. Игорь Александрович, вот на Украине по разным оценкам действует порядка 40-50 так называемых добровольческих батальонов. Попросту говоря, такие крупнолегализованные банформирования, либо криминальные банды, которые прикрываются какими-то идеологическими идеями, лозунгами, политическими, какими-то своими схемами. Удастся ли Киеву их объединить и пустить, соответственно, там, на войну против Юго-Востока Украины, либо это батальон, что сметет сам Киев в итоге. Неизбежно вступление в конфликт вот этой накопленной силовой массы, которая требуется для утверждения той или иной власти того или иного олигарха. Это силовой ресурс. Между прочим, и в России в 90-х годах то же самое было. Посмотрите там фильмы Балабанова. Киев их, разумеется, не сможет никогда. Денег не хватит, да, видимо? Да ни денег, ни сил, это самое. Значит, и более того, они создают головную боль для, вот я здесь согласен с Максимом Леонардовичем, что начиная, наверное, только, я считаю, с Ющенко уже Украиной правят гауляйтеры американские, это в чистом виде. Вопрос только так, что сейчас как-то порядок из-за конфликта с Германией, условно, не будем вдаваться в эти подробности, нарушился. И Украина постепенно превращается в такой хаос в центре Европы, что американцам и выгодно, потому что им нужно создать зону турбулентности между Россией и Германией. И что было, они об этом уже откровенно говорят, всегда основной задачей США в Европе не создавать какой-то связки между Германией и Россией, которая бы там доминировала. Максим Леонардович, давайте к вам. Вот добровольческие батальоны уже имеют своих лоббистов в европейских структурах. Вот, например, из последних новостей, депутат Европарламента от Чехии Яромир Щетина пригласил командира добровольческого батальона Азов Белецкого выставить перед депутатами. Наверняка выступление будет, пускай и не на пленарном заседании. Вот о чем это говорит, что Порошенко и Цинюк постепенно теряют, ну и без того, не имея авторитета, которого у них не было, в Европе не воспринимаются как представители, ну пускай не народа, но хотя бы элит Украины. Или же это просто какие-то отдельные объединения каких-то националистов, обиженных чехов, поляков с командирами Азов. Вот что происходит? Или делать Европа ставку на батальон? Скажем так, в Европе существует достаточно серьезная право-консервативная среда, которая в том числе представлена и в парламентах ряда стран. В Венгрии это партия Йобик, которая, правда, не блокируется с украинскими националистами, она поддерживает скорее венгров Закарпатья, достаточно радикально, и украинские националисты, бандеровцы, для них ей являются скорее органическими врагами. В Чехии данный депутат, ну, наверное, тоже фашист какой-нибудь, который со своей стороны, допустим, не знаю, там, стоит на позициях, не знаю, там, какого-нибудь реванша Европы, и считает, что вот Белецкий и Азов это чистый радикальный новый такой национал-социализм, чем на самом деле ей является Азов. Азов это единственный батальон из всех, которые я назвал бы аналогом ВАФН-СС. То есть это интернационалисты, которые, это чистый СС в чистом виде. В Азов, например, принимали по татуировкам, если вы демонстрировали, как у многих правых радикалов, значит, там, или молнии, там, или какие-то рунические символы, вас принимали в Азов, то есть как раз Азов, феномен гораздо более идеологический. Понятно. В отличие от права сектора, который, или Айдара, ну, Айдар это просто чисто криминал. Понимаете, Айдар это просто криминал, который, там, или то, что сидело в счастье, то, что там вот обронялось, там, какие-то отрезания пальцев, вырывание ногтей, это просто, там, люди с уголовным, таким страшным, тяжелым прошлым. На подкормке у олигархов, понятно. Многие из них на подкормке у олигархов по обе стороны фронта, только я бы еще так вот сказал. Понятно. Я не исключаю, что некоторые, так называемые, олигархи работают на обе лузы. Вот, допустим, Балога. Возьмем Балогу. Некоронованный король Закарпатия. Между прочим, его родственники имеют крепкие позиции в СБУ Украины. Это один из крупнейших, влиятельнейших людей. Балога финансировал, в частности, 28-ю бригаду, которая была разгромлена по Доловайскому, почти полностью исчезла. Вот у меня вопрос, каким образом олигарх Балога бывает в Москве, и даже в эти дни прилетает в Москву, и это известно, что он бывает в России. Уверен, что и другие украинские бандиты во власти бывают в Москве. Поэтому это война, которая, на самом деле, перекрывает государственные границы на постсальском пространстве. Да, потому что олигархи, они интернациональны сами по себе, и, в принципе, они все равно в какой стране находятся. Максим, но Порошенко и Цнюк, они теряют вес авторитета в Европе, в Америке? Может, сейчас Европа и Америка делают ставку вот на эти, как раз-таки, националистические... Это глубокое заблуждение, никакой авторитет они не теряют, их авторитет основан на совсем ином. Потом Порошенко, это ставленник больше Москвы, чем Европы или США. Заводы Порошенко находятся на территории Российской Федерации, хотя он говорит о том, что их передал в управление Ротшильдом. Ну, может, они были в управлении Ротшильдов, понимаете, еще и до этого. Порошенко, понимаете, это попытка, на самом деле, достичь компромиссии. Я так понимаю, что, вот, просто простите, с вашей точки зрения, вот, социал-националисты на Украине, это не самое страшное, что, может быть, это логичное развитие вот всех событий, которые мы имеем в виду в последние 2-3 года? Национал-социалисты, это достаточно маргинальная группа, ну, насчитывают несколько тысяч человек, это идейные ребята, безусловно, но не они, безусловно, играют роль. Проблема Украины в том, что Украина из всех постсоветских государств в наибольшей степени оказалась под властью международного космополитического капитала. Собственно, единственной экономической группой, которая опиралась на украинскую территорию и строила свое благосостояние, опираясь, хоть как-то развивая производственные человеческие силы Украины, это была группа Рината Ахметова. Не потому, что я как-то хочу похвалить Рината Леонидовича, но потому, что, собственно говоря, его вот капитал, промышленная группа Рината Ахметова, он опирался на Донецко-Криворожский промышленный и индустриальный бассейн. И благодаря деятельности промышленной группы Рината Ахметова, собственно, все инфраструктурные связи сохранены. И кроме того, Донбасс, Ахметовский Донбасс, это важная мысль, чтобы вы поняли наконец-то, что там происходит. Ахметов купил заводы Северной Италии и Словении. Он связал Донбасс с Европой. Именно Ахметов и Левочкин были главными лоббистами евроинтеграции. И именно у Донбасса перехватили инициативу Днепропетровская ОПГ, которая захватила власть. И именно их желание отобрать у Донбасса и у Ахметова все их активы и послужило причиной гражданской войны. Эта война не между украинцами и русскими, не между Киевом и Донбассом, не между Центральной Украиной и Донбассом, а эта война между Днепропетровской и еще рядом других ОПГ, которые пришли к власти в Киеве с целью уничтожения Донецкой промышленной группы, которая единственной из всех украинских олигархических групп, хоть как-то опирается на украинскую территорию и на украинский народ. Спасибо, что вынуждены двигаться вперед. Как вы считаете, Европа и Америка, они все-таки Украину тянут на произвол судьбы? Или уже как-то неприлично, стыдно, и нужно хоть как-то поддерживать какой-то уровень жизни на Украине и помогать по линии МВФ, либо по каким-то другим линиям внешних заимствований? Что будет происходить с Украиной? А вы знаете, сказать слово «стыдно» по отношению к политике Америки, это, в общем-то, как-то даже несовместимо. Будет ли им стыдно от того, что они бросят Украину? Я думаю, что это вообще слово для них неизвестно. Да никогда они не бросят. У них это давний интерес. Они туда вложили огромные деньги, и у них геополитические интересы в Украине. Они будут подбрасывать туда поленье, в тот костер, который они разожгли. И я не думаю, что они просто так развернуться и уйдут. Европа единственная сейчас уже начала задумываться, и поэтому границы закрыла, потому что понимает, что вирус вот этого коричневой чумы, он сейчас начинает уже и просачиваться к ним, и им начинает уже становиться где-то страшновато, потому что, разграбив Донбасс, эти люди, которые привыкли мародерствовать, они пойдут дальше, и богатая Европа их очень прельщает. И поэтому с шинами и с коктейлями Молотова пусть Европа ждет наших гостей к себе. И поэтому они сейчас будут укреплять свои границы, чтобы перекрыть вот эти переходы. Другое дело, что очень многие сюда и в Россию хлынули. Здесь тоже очень большая проблема. Но я думаю, что Россия как бы ставит определенные преграды к их просачиванию сюда, а в Европу они будут, и они уже хлынули, и в Венгрию, и в Польшу. И сейчас в Польше уже поднимается протестное движение, они уже начали вспоминать, что Бандера оказывается на Волыне, там бандеровское движение убило много поляков, как-то они все эти годы забыли об этом, а сейчас вдруг активно вспомнили. Вопрос такой еще, вот всплеск нищеты, падение уровня жизни, там двух-трехкратный рост цен на товары и услуги первой необходимости, вот все это спровоцирует голодные бунты, как говорят, либо народный протест, выйдут люди на улицу, и вот все-таки не будет движения в сторону интеграции с Европейским Союзом, либо все-таки вот дожмут и Порошенко, и Цинюк, и те, кто ими из-за рубежа манипулирует этот процесс до конца. Для того, чтобы понять, это нужно посмотреть на тот Майдан, который был в 2013 году, это был проплоченный, проплоченный заинтересованными людьми, и там не стояли за идеей, там была какая-то часть людей, которые против коррупции вышли, но поверьте мне, я наблюдала этот Майдан, непосредственно находясь в Киеве, и то количество времени, которое провели люди там, там это было все хорошо финансируемо. Поэтому нужно знать ментальность украинского народа. Да, они там какие-то там картошечку пожарят, там боречка там где-нибудь сварят, да проживут, поймите, для того, чтобы потенциал украинского народа очень велик, и вывести с помощью голодных бунтов людей на улицу, это достаточно... Будут терпеть. Они будут терпеть, это очень терпеливый народ. Поэтому надеяться на голодные бунты я бы не стала. Уважаемые телезрители, и мне пришло время огласить результаты голосования, которые проходили на сайте канала «Красный олень». Вопрос был следующий. Что в наибольшей степени препятствует восстановлению нормальных жизней на Украине? 1% считает, что криминальная активность правого сектора и вот батальонщины, либо махновщины. Тут уж как бы на выбор. 49% провокационная политика США и других стран Запада, 9% военная агрессия против Донбасса и 41% коррумпированность, некомпетентность киевского режима. Игорь Александрович, какой вариант вам ближе, или может у вас свойствий вариант ответа? Знаете, буквально вчера были опубликованы данные социологической службы Левады, вот примерно с таким же вопросом, и примерно такие же ответы, только в динамике. Что поразительно, что несмотря на все пропагандистские усилия, давайте правду говорить, что мы там не пропагандисты, было бы глупо не называть себя пропагандистами в данной ситуации. Название главным виновным коррумпированный киевский режим, что на мой взгляд, вот это мне ближе всего. Но тем не менее, наибольшее число россиян, по данным Левады, все-таки считает, что это Запад. Это Запад во всем виноват и так далее. Максим Леонардович, ну вот к вам вопрос. Минимальное количество проголосовавших видит препятствия к восстановлению нормальной жизни именно в правом секторе и в таких вот тут-то правых радикалах. Вот не примешают ли люди, которые проголосовали, вот угрозу со стороны именно этих, ну правого сектора, того же Яроша, либо тех, кто его окружает, тех, кто на него ставил? Какой угрозы со стороны этих, серьезной угрозы нет? Эти люди поднялись только на волне хаоса. Правый сектор и все эти Трезубы, и Корчинский, который верно служил партией регионов. Я помню 2004 год, когда он на броневике ездил по Киеву, Дмитро Корчинский. И, собственно говоря, я тогда работал в Киеве, и не секрет, кто платил ему, кто платил всем этим правым радикалам, понимаете, кто содержал партию Свобода. Ее содержали совсем не западноукраинские националисты. Партию Свобода содержал, собственно, Восток Украины, прежде всего Донбасс и донецкие олигархи, для того, чтобы отбирать голоса у Тимошенко на Западе, чтобы активизировать, потому что главный враг партии регионов была Тимошенко. То есть они партию регионов финансировали и... Нет, ну Свобода, вот вы подтвердите, пожалуйста, что Свобода, это, собственно, содержалось с Донецкими, создана была тягнеболка и вся вот эта риторика, для того, чтобы противопоставить... На Западной Украине, чтобы отобрать голоса... И национализм отобрать у Тимошенко, которая была главной проблемой, отобрать голоса. А Тимошенко это Днепропетровский. Да, Тимошенко это Днепропетровский. А вы можете сказать, что именно олигарха, такой вот компрадорский, сырьевой, украинский, да, там, собственно, на какой-то шерезонный насос, вот именно вот это довело Украину до того, где она сейчас находится. Что вот именно доигрались олигархи, которые не видели народ, не слышали народ, собственность была... Ну, они не все такие были. Не все, отдельные были. Я не хочу хвалить специально Рината Ахметова и группу Рината Ахметова. Так, мы поняли. Но я на Донбассе бывал много раз. Олигархи разные. Я видел, во что был превращен Донецк. Донецк был самым современным, самым красивым, самым процветающим, на мой взгляд, вообще голо, городом Украины до войны. Это город, которым Украина, гордость. Вот Киев, он будет красивым, даже если там люди исчезнут, он весь лесом зарастет, он будет красивым сам по себе. Он расположен в таком месте, где трудно не быть красивым. А Донецк – это город, который сделан человеческими руками. Окей, значит, здесь был такой национально ориентированный буржуи, сидя по классикам, а там был такой компрадорский олигархат. Вот эти компрадорские, скажи. Это классический конфет между двумя типами капитала. Между промышленным капиталом и капиталом банковско-спекулятивным. Вот Майдан затеян банковско-спекулятивным группой элит, которые опирались на этот капитал. Конечно, промышленный капитал Юго-Востока совершил ряд очень серьезных ошибок. В частности, они, я считаю, тут огромная вина Ахметова, а они с презрением относились ко всей остальной Украине и совершенно не вкладывались в развитие политических институтов. Олигархи контролировали медиаресурсы. Все медиа принадлежали 5-6 человекам. Ну, люди – это только фронтмены, естественно, стоящих за их спиной группы элит. Они, собственно, поделили между собой сектора самые разные. Кризис возник тогда, когда возникла внутренняя конфронтация в среде донецких, которые, безусловно, одержали политическую победу, разгромив всех своих оппонентов. Во-первых, они не знали удержу. Янукович, посадив Тимошенко в тюрьму, дал сигнал о том, что любой, даже если он был премьер-министром и фактически вторым лицом в государстве, не является неприкасаемым и может быть стать объектом расправы в междоусобной войне. Естественно, в Украине не было ни одного сумасшедшего, который верил бы хоть в какое-то законное действие судов, власти или прокуратуры. Таких просто нет людей. Всем понятно, все говорят просто про цену, сколько стоит посадить или не посадить того или иного человека. Как бы закон, это просто и является форматом для совершения бизнес-сделки, который совершается в суде, в прокуратуре или в следственных органах. Вот я считаю, что арест Тимошенко и, между прочим, из Москвы предупреждали его, не надо это делать, не надо, не надо устраивать расправы с своими политическими оппонентами. Вот Янукович открыл. Тогда наметился конфликт между Ахметовым и Януковичем. Достаточно серьезный. И это все выстрелило, да, видимо, так понятно? что именно раскол в рядах донецких привел к тому, что их противники поняли, что сейчас можно не только положить конец политическому господству Юго-Востока, который был, который составлял политический тренд просто украинской жизни на протяжении почти десятилетия, ну там с переменными успехами, но еще и уничтожить донецкую группировку. Война, военный поход огромной армии в 40 тысяч человек, который Киев собрал на Донбасс, я считаю, его причиной, это не борьба с группой Стрелкова. Тут у меня вообще вопрос по Стрелкову есть, понимаете? Явился ли он сознательно провоцирующим поводом для этого похода? А это захват и уничтожение активов Донбасса. Днепропетровские решили захватить самый высокоразвитый промышленный регион постсоветского пространства. Вы просто не понимаете, чем является Донбасс даже до сих пор. Это единственная зона постсоветского индустриального пространства, Донецко-Криворожский индустриальный бассейн, который не просто сохранен благодаря таланту людей, которые этим занимались, но и который нашел рынки сбыта. И последний вопрос буквально каждому гостю в заключение уже нашей программы. Что ждет Украину с вашей точки зрения в ближайшей перспективе там три месяца, полгода, год? Ну и среднесрочной перспективе и от чего это будет зависеть, что нужно делать России? Вот если можно тезисно, как бы коротко подвести итог. На протяжении полтора года я говорю только об одном и прошу только одного. Создание судов, с помощью которых можно будет наказывать преступников. Это единственный рычаг, с помощью которого можно стабилизировать ситуацию на Украине. Я даже знаю, как это сделать на сегодняшний день. Это нужно просто помочь тем беженцам, которые здесь находятся, получить российское гражданство и, в общем-то, обратиться в российские суды, потому что украинские суды сегодня не работают, как они не работали еще до Майдана, а тем более сейчас они и тем более не работают. И только в таком случае мы сможем открыть, хотя уже открыто более 200 уголовных дел по военным преступлениям на территории Украины. И поверьте мне, я как специалист в этой области, 30 лет у меня за плечами, я знаю поведение преступников и зная неотвратимость наказания, они очень многие остановятся хотя бы. Это единственный путь для того, чтобы остановить вот тот управляемый хаос, который сегодня есть на Украине. А уже дальше нужно политикам садиться, договариваться, но нужно остановить кровопролитие, нужно, чтобы люди задумались о том, что за каждое преступление они понесут наказание. В ближайшие месяцы внутренние проблемы Украины будут мало волновать международное сообщество. Основная деятельность будет вестись среди грандами мировой политики, я бы даже сказал, геополитики, по выжиманию всего из ситуации, но не в пользу России. Украина это только предлог, как в общем-то в гораздо большей степени даже, чем Украина, Крым в данной ситуации. Будут вестись вокруг этого различные маневры. Мы увидим еще много интересных дипломатических ходов, неожиданных решений и заявлений со стороны как украинской, так и американской, германской и российской стороны. Что надо делать России? Ну, четко отстаивать свои интересы. Я еще раз говорю, что сама по себе Украина для России не является каким-то сакральным, можно сказать, призом в геополитической игре. Это необходимость для восстановления России как великой державы и интеграция славянского ядра, я повторюсь, это для нас императив. И все это, в общем-то, понимают и все этому будут противодействовать. Вот вокруг этого дела и будет все происходить. Понятно, что те элиты, которые ориентируются на президента Путина, та элитная группировка, будет стараться содействовать приходу в Украине к власти того правительства, которое, ну, скажем так, соответствовало бы интересам Москвы и было бы компромиссным между интересами Москвы и Евросоюза, например. Это, возможно, не Порошенко, а кто-то, кто после Порошенко. А есть другие элиты, которые, как мы видим, просто инфрационно и политически поддерживают Майдан, поддерживают войну на Донбассе, поддерживают уничтожение Донбасса, карательные операции против Донбасса. Это у нас во власти такие люди есть. Да, они есть во власти, они есть в бизнесе, они есть в медиа, они имеют очень серьезные позиции. Это такой же конфликт между национально ориентированной бюрократией и буржуазией в России и транснациональным финансовым капиталом. Благодаря позиции Владимира Ивановича Путина Донбасс сумел сохранить свою независимость, отбить военное наступление. Вооруженным силам карателей было нанесено тяжелейшие, два тяжелейших военных поражения летом прошлого года и зимой под Дебальцево. Собственно говоря, военного решения киевская хунта поняла, что военного решения на Донбассе нет. Но моя позиция, если вам интересно, моя позиция, я выступал и выступаю, и не боюсь об этом говорить, за народное социальное восстание по всей территории Украины. Я считаю, что Донбасс является катализатором социальной революции, прежде всего. И этого боятся как элиты в Киеве, так и элиты в Москве. Я считаю, что если в Украине будет установлено подлинное народовластье, во-первых, эта народная республика будет, безусловно, союзной России в любом виде, и второе, это, безусловно, будет соответствовать интересам украинского народа и, собственно говоря, всех разумных сил современного Европейского Союза. Ну, благодарю вас, что приняли участие в нашей сегодняшней программе. А в эфире была программа «Точка зрения». Я ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова